Всем привет, ребят, с вами Флэш. Перед началом видео хочу попросить вашего внимания, где-то 3-4 минутки, хочу кое-что просто вам сказать. Прежде всего, хочу поздравить с днём рождения. Сегодня у человека день рождения. Зовут его Герман, фамилия Тюгай. Герман Тюгай, поздравляю тебя с твоим 15-летием. Желаю тебе, прежде всего, здоровья. Побольше играй в раст, побольше прокачивайся, развивайся, строй домов и в том же духе. Конечно, я шучу. Самое главное – здоровья. Будь хорошим, добрым, позитивным человеком. Желаю тебе удачи, так сказать, в твоей будущей жизни. Потому что 15 лет – такой его возраст, довольно-таки интересный. Тем не менее. И от меня тебе такой подарок, ребят. Я напишу под этим видео помент Герман Тюгай с 15-летием. И попрошу вас полайкать этот помент. Мне кажется, этому человеку будет очень приятно увидеть копию своего поздравления с днём рождения от Флэша. Я даже специально включил камеру, чтобы лично тебя поздравить. Ну, вот камеру. Чтобы не просто был звук непонятный. Слова тут талились. А действительно, ты видел, что это я тебя поздравляю. Теперь небольшая предыстория, ребят, этого поздравления. Я ко мне просто написал в контакт человек. Я такой, он это его друг. Просто попросил, говорит, вот у человека днём рождения моего друга. Не можешь ли мне его поздравить? Как бы просьба такая, знаете. Но я просто такой человек, если меня вдруг что-то удивляет или что-то поражает, то я как бы не пропускаю это мимо. И это мне действительно немножко поразило. То есть друг написал, захотел сделать приятное своему другу такое вот необычное, реально необычное поздравление. Я даже не знаю, как он это воспримет, когда вы включите видео, там его поздравляют чуть ли не в прямом эфире. Ну, прикольно. Мне вот это как бы немножко импонирует вообще в людях, когда они меня чем-то удивляют. И тогда я на них обращаю внимание. Я вот решил всё-таки действительно поздравить просто абсолютно от чистого сердца. Но это, ребят, не говорит о том, что теперь надо постоянно мне писать и просить, чтобы я кого-то поздравлял. Я так просто прикинул там 3000 подписчиков, разделил на количество дней в году, и там получится, что мне перед каждым видео придётся несколько человек, 5 или 6 поздравлять постоянно. Нет, всё, больше мне с этим просьбой писать не надо. Тут действует правило, кто успел, кто съел. Один раз прокатил, а больше не прокатил. Так, всё, с поздравлениями закончили. Ребят, ещё раз хочу опять же у вас спросить извинения за то, что действительно с рекламой перегнул. Но вы должны понять, это просто мой первый опыт, действительно. Я вообще долго отнекивался от этой рекламы. Но человек всё-таки настоял, я поиграл на сервере, действительно понравилось. Ну, действительно, перегнул палку 10 минут, я просто посмотрел в шоке. Поэтому все комментарии, которые именно негативные в этом плане, справедливы, абсолютно поддерживаю, сам лайкал. Поэтому больше надеюсь, что такое не повторится. Если вдруг, например, кто-то будет там просить рекламу, естественно, всё, у меня чётко таймер будет стоять, минуты там, полторы, не больше. Действительно, ну, первый раз, ребят, нет опыта вообще. Это реклама какая-то, типа, знаете, сами должны понять. Поэтому ещё раз извините, больше надеюсь, такое не повторится. И, как бы, в-третьих, так, образно говоря, да, ребят, огромная моя благодарность вообще всем, кто ставит лайки. Действительно, просто, я вам так благодарен. Хоть и дизлайки ставят, но вот количество лайков, оно настолько перевешивает, в разы просто. То есть, посмотришь там, последнее, смотрел там всем под этим, как раз из-за рекламы, я так понял, много дизлайков набралось. 17 дизлайков, ну, блин, 200 с лишним лайков. Знаете, как приятно, вот всем, кто ставит лайк, реально, от меня такой респект ещё, вообще уважуха. Про дизлайкеров ничего не говорю, это их, как бы, ну, право. Ну, тем, кто ставит лайки, действительно, просто молодцы, ребят. Я, когда вот смотрю, и даже все комменты прочитываю, действительно, я очень-очень вообще улыбаюсь постоянно, вот, ну, когда хорошие пишите, и когда плохие пишите, ну, по существу я не просто, наоборот, написал дизлайки и отписка. Почему, зачем, я, наоборот, за критику, там, кто-то пишет, что я часто очень повторяюсь. Я, наоборот, за, я плюсую этот комментарий, потому что, действительно, я сам с собой это замечаю, но стараюсь работать над этим. Поэтому, если пишите негативный коммент, то моя просьба, аргументируйте, что именно вам не понравилось, потому что это, действительно, улучшает, именно, моё вид, мне вообще, куда мне нужно двигаться и как работать. А если просто, ну, как бы, бессмысленно. Ну, я говорю, тем, кто ставит лайки, даже просто так, там, или вообще, вот, чёткие ребята, потому что, действительно, это очень сильно мотивирует, вообще, вообушевляет. И ты понимаешь, что это, действительно, людей, которым это нравится, вообще, всё, что я делаю, их намного больше, просто в разы, я не знаю, в 10 раз, не знаю, даже больше. И, то есть, вообще, это очень сильно мотивирует. Сегодня, кстати, я вообще не планировал никакие видео писать, опять у меня началась загруженная такой промежуток времени, там у меня просто выстрелило, выстрелило много видео подряд. Сейчас немножко тяжело, но вот это видео я специально хотел записать, ну, потому что человека надо поздравить на день рождения, это же ложка дорога к обеду. Ну, и, собственно, видео я такое решил сделать, это, знаете, как будет, мы будем делиться друг с другом фишками, которые есть в Rusty. Я вот немножко себе выписал, такие вот ребята то, что советуют. Сейчас я вам всё это буду показывать, плюс сам то, что ещё кое-что расскажу, что я увидел в Rusty. Не вы обязательно в комментах под этим видео, прям, решил создать целое видео специально, потому что, действительно, вот этот обмен опытом, он очень важен в Rusty вообще, реально очень важен. Потому что я очень много, вот, когда советы читаю, очень много для себя узнаю, это экономит моё время, то есть мне не надо самому до этого додуматься, ускоряет процесс вообще офигенски. Поэтому это будет такое, фишки Rusty в видео, где мы будем в комментах, ну, сейчас какие-то освещу, в комментах будем обсуждать, чё, как, чтобы играть лучше нам было и легче, ну, приятнее. Это, действительно, обменок очень серьёзно. Так, ребят, и первое, с чего я хочу начать, я буду прям, я просто читал много комментариев, именно советов, я буду прям зачитывать автора комментариев, ну, кто мне это посоветовал. То, чего я ещё не знал. И, соответственно, показывать просто, те, кто это знает, ну, уже классно, просто уже многие будут смотреть видео, те, которые ещё, может, не читали комменты или вообще, в принципе, не смотрели прошлое видео. Поэтому им тоже будет довольно-таки интересно. Первое, это мне написал Руслан Клименко. Руслан Клименко написал по поводу вот этой подстройки, которую я пытался в прошлое видео сделать. В общем, что мне, я там пытался в три эти фундамента поставить, но у меня не получилось. Ну, что говорить, нужно встать на границе, ну, зона строительства, получается, поставить под себя фундамент, получается, где-то здесь, получается, да? Да, вот на грани, я, да, поставить второй и третий. И вот это посередине, блин, я не догадался, его нужно будет разбить просто, чтобы блоки у меня ставились, получается, на мой и на тот. Вот, сейчас мы посмотрим, получится ли это. Ну, до того, видите, что-то не доставлю. А, доставите сегодня, что-то. Так, возможно, я слишком план, сейчас близко переделаю немножко. Так, давайте ещё раз попробуем. Вот зона строительства, да? Вот. То есть, мне нужно, ну, где-то вот так, наверное, построить один блок, чтобы я себя свободно здесь чувствовал. Блин, ну, всё равно, мне кажется, второй блок должен быть прописанческим, точнее, первый, прям на зоне строительства. Я говорю, вот так вот, чтобы я укуп был мог. Да, наверное, вот так. Вот, может, начинается зона, да, и третий укуп. Соответственно, этот мы разрушаем. И ставим блоки. Да, вот, теперь ставится, всё. Сюда, 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 сюда. Да, вот, 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 всё, то, что надо было. Вот, да, и сейчас ещё, когда я доберусь... Блин, извините, замок. Так, ребят, вот, в общем, мы поднялись уже наверх, соответственно, как перейти на тот блок. Если вы боитесь перетрыгнуть, это понятно, что вы тут между ними спокойно становятся. Потолочек, и тут, соответственно, ещё два потолка спокойно влать. Вот. Вот так вот достойненько всё получилось. Ну, ещё одну фишку сейчас, опять же, зачитаю, кто. А, блин. Это я не написал. Блин. Чувак, извини, что я не записал, я всех выписал, от тебя забыл, короче. Ну, ты всё равно красавчик. Если ты увидишь сейчас, что я делаю, ты поймёшь, о ком я говорю. В общем, этот чувачок подсказал мне, что ещё... Мы же не можем больше двух потолков поставить, а уж третий начинает типа разрушаться. Вот. А он ещё посоветовал поставить большую самую таблицу, вот эту, на самый край, соответственно, типа вот наш там дом, да. И, получается, вот так вот подходишь. Я просто не знаю, как её разворачивать вот так вот, потому что можно... Чтобы она, вот видите, угол прям аж как торчит. Да, наверное, даже так можно. Я просто сначала хотел вот так её поставить, типа... Можно, наверное, и так вот попробовать. Да, то есть она, видите, продлевает ещё на сколько наш, получается, трамплин. А можно было ещё наискосок. Но, опять же, короче, можно проэкспериментировать. Это для тех, кто уже вот таким подстройками занимается. То есть ещё немножко дальше улучшить, потому что она как бы не требует похода стабильности. И можно ставить. Ну, вот я видели, наискосок ставил, там оно как бы угол ещё. Ну, короче, можно, может даже как-то её развернуть. Но сам смысл, что продлевает и вообще чётенько... Я просто сейчас небольшую высоту набрал, чтобы просто сам принцип показать. Я как бы не стараюсь перепрыгивать. Но вы принцип поняли. То есть всё работает. Ребят, спасибо вам реально за вот такие советики. Так, а разгон нам не будет мешать вот этот подъём? Что-то такое? Подъём, да, он как бы немножко... Всё-таки, наверное, боком было немножко лучше поставить. Сейчас попробуем. Так, ну, в общем, почему-то вот когда на этом потолке находишься, вообще знак никак не ставится. Нигде никак. То ли стабильности не хватает, сколько там, 11%. А вот когда на соседнем потолке, то, в принципе, его как-то приладить вот этот угол можно. И вот как бы получается, когда он так наискосок, как будто он даже немножко дальше. Да, да, по-любому дальше. Потому что если вот так вот ставлю, одна длина у него, а так, видите, ещё угол дальше заходит. То есть, чем больше мы угол возьмём, соответственно, возможно, я что-то не знаю. Может, как-то проще всё это можно сделать. Но если вот реально вот так вот его поставить на угол, то вот этот угол ещё, смотрите, насколько дальше. То есть, ну, действительно, так оно и есть. В общем, вот за эти способы реально, ребят, спасибо. Ай, даже не прыгнул. Кстати, можно было перепрыгнуть. И я даже немножко замерил свое падение об стену. Сначала стену в рядов, а потом попал. Так, следующий совет, это совет от пастыря. Он уже всё, оказывается, на своём сервере просчитал. Чтобы перепрыгнуть, расстояние, вот он пишет. Три фундамента нужно построить в высоту 10 полублоков. А если 4 фундамента, то нужно 24 полублока. То есть, аж в полтора раза больше. Вот я хочу это проверить, это утверждение. А вот, типа, вот наш блок, вот расстояние, получается, в 3 блока, да? В 3 блока, и мы сейчас в 10 полублоков вверх построимся. И посмотрим, сможем мы допрыгнуть до этого. Расстояние преодолеть в 3. Так, 2, 3, 4, 5. Вот, я нахожусь на высоте 10 полублоков. То есть, по идее, теоретически, по... Сейчас, для разгона я сюда ещё поставлю. Поротень, потолочек. Мы должны преодолеть ровно перед фундаментом. Ну, это по замерам пастыря. Разбегаемся, прыгаем. И... Да, вот прям на границе, тупо. Так, а сейчас я поставлю ещё один, 4-й фундамент. И, соответственно, мы должны его преодолеть, когда... Только с высоты, точнее, 24 блока. Сейчас я тоже проверю. Собственно, вот, мы на высоте 24 блока. И под нами расстояние в 4 фундамента. То есть, этот фундамент 4. Соответственно, сейчас мы попробуем до него допрыгнуть. Естественно, скорее всего, я разобьюсь, поэтому предварительно поставил спальник. Ну, попробуем. Разбег. Всё время жму вперёд. Да, идеально. Просто ровно на... Ну, блин, пастырь красавчик. Тоже всё рассчитал. То есть, всё время потратил. И я сразу же на готовенькое всё проверил. Действительно подтверждено. Всё это очень нужно для того, когда вы примерно рассчитываете, допрыгнете вы или нет. То есть, посмотрели, где находится крыша. Примерно расстояние в 4 блока посчитали. Там, если вы собираетесь в 24 вверх. Точнее, просто посмотрели, какое расстояние. Вы сразу всё-таки знаете, какую вам вышку настроить. Сразу посчитали блоки. И вы точно, 100% уверены, что 4 блока вы, допустим, с высотой в 24. И полублока вы 4 фундамента расстояния преодолеете 100%. Если всё чётко именно, отпрыгнете, будете постоянно ждать вперёд. На шипте разгонитесь. То есть, всё офигеть. Всё, это тоже от пастыря совет прикольный. Так, ребятки, следующий совет. Совет это от человека с ником Санёк2121. Он мне рассказал, как, точнее, посоветовал, как вообще жить на сервере, там, где у тебя нет кодового замка, чтобы вот с этими ключами не мучиться, именно, которые ты постоянно с собой носишь. Вот он кое-что посоветовал. Он посоветовал поставить лестницу перед входом. Очень интересный способ. Тоже вам сейчас его покажу. То есть, если у вас есть вот такой вот, ну, тебе симпровизировал такой вот вход, то есть, чтобы не путаться, точнее, не лазить постоянно с ключом, бояться, что вас убьют, кто-то прибежит, ваша дверь откроет или, там, постоянно дубликаты делать. Реально, это проблема острая, во всяком случае, для меня стоит сто процентов. Ключи это просто вымораживает, особенно, когда у тебя там 3-4 дома в разных местах карты, уже не понимаешь, какой ключ от какого дома, и те что. А если один ключ потерял, у тебя не будут дубликаты, то ты не сможешь сделать вообще дубликат новый. Вот, что он советует? Он советует просто тупо, вот у вас дверь, даже можно замок на нее не ставить, а тут ставить перед ней лестницу в вашем доме, только внутри, ну, чтобы она не палилась особо сильно. Ну, в принципе, можно, ну да, внутри поставили. Сразу можно ее, допустим, проапгрейдить до каменного, ну, чтобы ее было так же тяжело разрушить, как и стену, допустим, чтобы не было дилеммы у рейдеров, что лучше разрушить. До каменного вы ее улучшили, вот отсюда, получается, вы не выйдете, пока ее не развернете. И вам будет достаточно просто иметь всегда океанку. Океанку сделать элементарно, даже если вас убили, набили камнем обычным, который стандартно появляется, рог, сто дерева, или сколько он там стоит. Да, сделали молок, и все, так как шкаф вас, все ваше, вы подходите, авторизуетесь вот так ее повернуть, оп, и все, и путает крыль. Спокойно вы уходите, а когда вы уходите, вот так за собой, и так же три приема разворачиваете, все. Дверь уже не имеет значения, между закрыть, можно вообще даже перец, кстати, не ставить. А я еще думал, я, кстати, видел, и думаю, что за дурак ставит вот так вот лестницу. Я думал, что это типа зарыдили, и типа его в наказание поставили, а это вот, это что, это чтобы без ключа ходить, то очень. И все, отсюда получается, к вам никак не запрыгнуть, и вам ключ не нужен, вам достаточно просто всегда скрафтить киянку, или просто всегда с киянкой, вот как прибежали, развернули ее, можно даже полоборота уже запрыгивать, видите, а можно, чтобы легко зайдем, вообще, как царь зайти. И реально это вообще какое-то подобие замка такого, хоп-хоп, все, вообще офигенский. Все, Санек, красавчик тоже советовал. И чисто от себя, то, что я увидел именно решение, какой проблемы, то, что с этими ключами, когда у тебя нет кодового замка, это я вот недавно буквально, опять же, увидел на сервере, там немцы, два немца строили вот такой интересный дом. У него был просто фундамент, по кругу пилары, сейчас я их дострою, покажу вам потом дальше. Пилар, понятное дело, сразу нужно обгрейдить, ну, насколько он, под что у вас душа лежит. И сверху пиларах вы ставите обычный потолок. Такие вот потолочки. Ну, а, собственно, уже сверху начинается непосредственно именно ваш дом. То, что вы хотите сделать, там стены начинаете, сколько этажей будет, непонятно. Тут уже ставите, можете дальше вы сделать. И потом выбирайте, где у вас будет вход в дом снизу. То есть, можно либо посередине продолбить, у них, кажется, была одна дырочка. И, собственно, дом у них получался выглядеть что-то типа того. Понятное дело, что можно тут уже третий этаж, получается, считать, как бы, первый, если приемная, гостиная, второй, там, третий и так далее. То есть, тут тоже довольно-таки оригинальный способ обходиться без ключей абсолютно. Понятное дело, что вот у них дом, у них наверху стоит шкаф, просто проходящий путь мимо увидит только вот такую дырку, и непонятно, что там дальше за стенами. Мне просто реально понравилась именно конструкция на пиларах, там, просто необычно смотрится. Я не говорю, что это типа, типа, вот такая супер конструкция, там, понятно, что и пилары можно там подружить, но, опять же, все равно, просто довольно-таки интересное решение, и причем необычно смотрится, просмотрится. И как они попадают домой, это просто я прям на глазах видел, я там подбежал, они там что-то строили как раз, и там, типа, от меня один убегал, и он вот так вот просто поставил лестницу, ну, не важно, в самом деле, как ставить, типа такого, он так забежал, и все. Ну, ладно, собственно, тут потом его рушишь, и все. И все, вы у себя дома, делаете там, что хотите, а снизу там люди бегают и отстреливать можно. Ну, короче, вот такая необычная конструкция. В общем, решения на самом деле много по поводу этих ключей, пока нет угол замка, и действительно люди начинают разобретать, что с лестницы поворачивающейся, что вот такие конструкции. Очень довольно-таки интересно. И люди начинают думать, когда тяжело играть на хардкоре, то люди начинают думать, как выжить дальше. Все, ребят, на этом буду заканчивать. Вот такое быстренькое каламбурное видео записал, именно не каламбурное, а сумбурное, потому что даже не помню, что сегодня ничего записать, очень много дел, поэтому все, убегаю. Надеюсь, что вы будете под этими комментариями написать ваши советы, другие вообще, потому что я все прочитываю. Ну, и людям, другим тоже будет все интересно вообще. Смотреть, читать, потому что действительно в росте все, ты просто один не успеешь все протестить, все попробовать. А вот сообща, действительно, опыт растет просто в геометрической прогрессии. Там посмотрел, там, 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 и думал, что Тюгаси сколько еще всего пишет. А пока сам бы додумался, ультума времени прошло бы. Ну, все, ребят, на этом буду заканчивать. Не забываем ставить лайки. Дизлайки принимать только аргументированные, не просто так. И не забудьте еще в комментариях, плюсануть под моим комментариям именно поздравить еще раз Германа. Тюгая из 15-летия. Все, ребят, увидимся. С вами был украшен.